Милостью Божьей архиепископ Лука отчитался о прожитом годе в Запорожской епархии. Несмотря на все проблемы, служили Богу и исполняли заповеди, говорит владыка Лука. Особо отмечает богослужение к тысячелетию покойного святого князя Владимира. В крестном ходе приняли участие более 20 тысяч человек. Больше всего паломников было из Запорожской епархии. А в крестном ходе с Туринской плащаницей участвовало более 5 тысяч верующих. Курбинацией духовной жизни стало причисление к лику праведных последнего кашевого атамана Петра Колнышевского. Для нас это было настолько духовное в первую очередь торжество, потому что, да, Запорожский край получил еще одного молитвенника, уже 15-го, но и в то же время мы получили действительно образец православного казака. Человека, который защищал свою землю, который любил своих казаков, который стал для нас примером, как мы должны любить свою родину, не предавать свою веру и, самое главное, стараться быть верными чадами Божьими. Архиепископ также отметил божественные литургии в День независимости на языках народов, проживающих в крае. Так что церковь, несмотря на все попытки маргинализации со стороны отдельных политиков, выступает в качестве миротворца, и это радует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова